Смертной казни за терроризм требует Дональд Трамп. Усилить наказание вплоть до высшей меры президент США предлагает после произошедшего накануне ЧП в Нью-Йорке, которое власти расценивают как теракт. Что узнали исследователи, выяснял Дмитрий Анопченко. Он дал первые показания. Преступник, вышедший на улицы Манхэттена с самодельной взрывчаткой на теле, заявил, решил взорвать бомбу в качестве мести за американские авиаудары по объектам боевиков в Сирии. А место теракта выбрал, увидев там рождественские плакаты. По данным НБС, пояс смертника Акаеттула делал по инструкциям из интернета, взяв елочную гирлянду, трубу, 9-вольтную батарею и спички. К счастью, навыков и знаний не хватило. Эта импровизированная бомба вышла маломощной. Сам террорист получил лишь ожоги и порезы, прохожие рядом с ним легкие травмы. Масштаб трагедии. Если бы он нашел в сети инструкции по изготовлению более мощного взрывного устройства, специалисты даже представлять не хотят. Судите сами. Центр города, час пик, подземный переход. Жертв могло быть десятки, если не сотни. Вопрос теперь в том, что предпримут власти. Как отреагируют. Мэр Нью-Йорка всячески демонстрирует, что опасности больше нет. Вот специально на метро проехался. И фото выложили. Мол, в городе опять спокойно. Что и понятно, ему важно туристов не отпугнуть. А вот президент Трамп, наоборот, настроен завинчивать гайки. Потребовал от Конгресса защитить Америку, проголосовав за новые ограничения. Отменить так называемую иммиграцию по цепочке. Ведь нью-йоркский террорист вовсе не нелегал. Он в Соединенных Штатах был вполне законно. Переехал 7 лет назад из Бангладеш по программе для тех, чьи близкие родственники имеют американское гражданство. Этот вот проект семейной миграции, миграции по цепочке, Дональд Трамп и пытается сейчас остановить. Но пока что он не предлагает ничего более действенного, чем новое миграционное сито. Как предотвратить новые аналогичные теракты? Ни у политиков, ни у силовиков ответа нет. Ведь подозревать нью-йоркского бомбиста было не в чем. По словам соседей, все они считали его очень тихим религиозным человеком. До момента, пока он не появился на Манхэттене, надев пояс шахида. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.